ну прошлый раз мы с вами доказывали такую тарему мы занимались симметрически многочленами лямбда давайте dm однородная оно содержится в кольце многочленов от переменных x1 xm однородные симметрические многочлены степени d вот x1 xm ну и мы с вами там есть очевидный базис который состоит из многочленов которые обозначают 7 лямбда x1 xn и это x1 в степени лямбда 1 x2 в степени лямбда 2 так далее xn в степени лямбда n где лямбда 1 больше либо равно чем лямбда 2 больше либо равно и так далее то есть в упу лямбда обозначает такую диаграмму юнга плюс все различные маномы получающиеся перестановками понятно ли что эту базис ну и лямбда пробегает диаграмма юнга из d-клеток ну а еще мы там строили такой базис из маномов и один степени м1 я два степени м2 и так далее е н в степени м н где е это ну давайте лучше е к я напишу е к от x1 xn это то что называется элементарные симметрические многочлены это многочлен степени к и он представляет собой произведение сумму простите сумму всех возможных произведений по к различных иксов то есть это x1 x и 1 x и 2 так далее x и к ну по всевозможным единичка меньше либо равно и 1 меньше и 2 меньше и так далее меньше и к меньше то равно ну и спрашивается чтобы это штукенция попала вот сюда какое условие на м1 м2 м а чтобы степень была д да нужно чтобы д равнялась м1 плюс 2 м2 плюс так далее плюс н м а ну и естественно что все все мы ты они не отрицательны ну и на самом деле обратите внимание таких штук и таких штук одинаковое количество это очевидно если такой маном записывать по-другому то есть можно вот этот маном записать как е не один е 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 ну давайте я напишу м м где предполагается что м1 больше либо равно м2 больше либо равно вы дома хотели как кто-то выразился это прожевать проживалась понятно ли что каждый маном можно так переписать сначала записываем вектор или сколько из здесь есть потом векторы я ну буку чке н потом пикHostи я минус 1 сколько здесь есть получается тока благzona юнга что что ну строго говоря т�перлеменных таких многочленов бывает я один и так далее Е, Н. Да? Ну, потому что самое большое, что можно нарисовать, это произведение всех Н переменных. Ну, а сколько их тут реально присутствует? Трудно сказать. Ну, какое-то М. Ну, в принципе, можно писать Д, да, вы правы. Вопрос, какая связь между этими Мю и этими М? Кто такой МИ? Да, в точности число строк длины И в диаграмме Мю. Правда? По построению. Ну, поэтому Мю пробегает диаграммы из М1 плюс 2М2 плюс и так далее, плюс ММ клеток. Ну, что есть Д клеток. Поэтому вот таких маномов, содержащихся вот здесь и таких маномов, содержащихся вот здесь одинаковое количество. Ну, и если мы выпишем маномы МЛЯБДА по лексикографическому возрастанию ЛЯБДА транспонированных и выпишем маномы ЕМю, которые есть ЕМю1 ЕМю М. Что? А так же как транспонированная матрица. Вот, допустим, если диаграмма Йонга выглядит так 3 а так плохо давайте что-нибудь такое то транспонированная то есть вот эта диаграмма это 3 3 1 1 то транспонированная это надо столбики записать по строчкам как в матрице или строчки по столбикам одно и то же ну или отразить ее относительно вот такой вот штукенции ну что получится будет сначала такая из 4 потом будет 2 и 2 и вот эти запишем по лексикографическому возрастанию ну вот у вас значит будет такой вектор М как бы ну и такой вектор Е ну и мы собственно с вами в прошлый раз сосчитали как вектор Е ну такой вот набор векторов выражается выражается через набор вектор Ф ну нужно вот такой вот маном выразить через такие суммы для этого надо понять какой у этого манома старший маном по иксам как он получается надо взять старший здесь старший здесь старший здесь старший здесь это будет x1 x2 x1 x1 x2 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 все это перемножить да получится x1 в степени мю транспонированная 1 x2 в степени мю транспонированная 2 и так далее плюс младшая в степени ну и спрашивается как выглядит матрица перехода вот собственно здесь будет стоять матрица c да были такие обозначения на геометре как она выглядит ну по диагонали стоят единицы ну как диагональ это там где лямбда равно транспонированному вот коэффициент то 1 ну и плюс младшие это значит что единичка а где все остальные стоят вот здесь стоят в этом столбце стоят коэффициенты разложения векторы с волной по базису из векторов m вот будет единичка еще что-то вот здесь а тут нолик ну это означает что матрица обратима и векторы m можем выразить через векторы через векторы отсюда следует что векторы е тоже образуют базис я диаграммы верхнего не треугольная то что называется по главной диагонали единички а под диагональю 0 ну и такая матрица обратима это значит что m наоборот выражается через е с треугольными коэффициентами что а е это такие маномы составленные из элементарных симметрических многочленов вот е1 степень m1 так чтобы общая степень была d отсюда вытекает такая важная теорема что на самом деле симметрические многочлены это просто многочлены от букв е никаких других не бывает такое представление единственное называется теорема об элементарных симметрических функциях ну как бы такой очевидный профит от нее такой что поскольку по формулам вието корни многочлена выражаются как раз как коэффициенты многочлена выражаются как элементарные симметрические многочлены от корней с точностью до знака это означает что любая симметрическая функция от корней на самом деле является многочленом от коэффициентов уравнения следствия из этого обстоятельства. Любой симметрический многочлен от корней приведенного многочлена x степень n плюс a1, x степень n минус 1, плюс и так далее, плюс n, который мы считаем, что произведение x минус альфа, это от корней альфа 1, альфа n, приведенного, может быть, записан, причем однозначно. Такой типичный пример – это дискриминант. Если многочлен f, то по определению его дискриминанта это произведение всех различных квадратов разности корней альфа и минус альфа g в квадрате, скажем, по и меньшим g. Понятно, что это симметрическая функция, там от смены местами буквы и ежи ничего не меняется, поскольку разности в квадрат возводятся, ну а здесь стоит еще произведение всех. Поэтому понятно, что вещь симметричная. Ну и знание дискриминанта вообще, если уравнение маленькой степени, то знание дискриминанта очень сильно проясняет структуру корней. Собственно, для квадратного уравнения знания дискриминанта вообще достаточно. То есть если у вас x в квадрате плюс по x плюс q распалась как x минус альфа 1, x минус альфа 2, то, собственно, дискриминант – это альфа 1 минус альфа 2 в квадрате. Ну так сразу понятно, как это выражается через коэффициенты. То есть это альфа 1 плюс альфа 2 в квадрате. Что надо отнять? 4, альфа 1, альфа 2. Ну и альфа 1 плюс альфа 2 – это минус p, поэтому это будет p в квадрате, минус 4q. Ну и если это не квадрат, то решения нет. А если это квадрат, то тем самым вы знаете, чему равно альфа 1 минус альфа 2 и знаете, чему равно альфа 1 плюс альфа 2. Ну, собственно, вот уравнение решилось. Получается стандартная формула. Получительное упражнение – это сосчитать точно такую же для кубического трехчлена. Ну, любое кубическое уравнение к такому сводится. Это, как мы видели, доказывая там всякие теоремы про разложение в ряды. То есть х в квадрате всегда можно убить, а этот коэффициент сделан равным единице. Ну, и такое получительное упражнение, что уравнение три вещественных корня – это только тогда, когда дискриминат положительный. Ну, просто из того, что мы доказали, вытекает, что дискриминант можно выразить через ПАИКУ. То есть реально понять, три вещественных корня у кубического трехчлена или один, можно, сочетав некоторые многочлены от ПАИКУ. Довольно простой, кстати. Ну, а нет, у теоремы массы и других приложений. Я просто сказал, так сказать, самое бросающееся в глаза. В этой задаче есть дополнение, что если дискриминант действительно положительный, то тогда уравнение можно свести просто перескалированием буквочки Х к уравнению 4Т в кубе минус 3Т в квадрате равняется А, где модуль А меньше единички. И тем самым решение можно явно записать в виде тригонометрических функций, потому что там стоит космос тройного угла. Ну, и в каком-то смысле это, ну, с моей точки зрения, более приемлемый способ решения, чем формула кардана, потому что формулу кардана еще поди воспользуйся. Хорошо. Ну, а то, что мы доказывали, это вот это с матрицами, наверное, уместно сделать такое общее утверждение. Что-что? Ну, я сказал, но не написал. Ну, давайте я напишу. Такая задача. Пусть Ф это Х кубе плюс ПХ плюс Ку. Тогда дискриминант Ф больше нуля, если и только если у Ф три различных вещественных корня. Ну, понятно, что дискриминант в силу своего определения, он, собственно, придуман для того, чтобы понимать, есть у многочлена кратные корни или нет. Потому что если есть одинаковые корни, то дискриминант равен нулю по определению. А наоборот, если он не равен нулю, то все корни разные. Поэтому, в принципе, это такой альтернативный способ понять, есть ли кратные корни. Ну, так вот, дискриминант у такой штукенции больше нуля, если и только если у Ф три вещественных корня разных. И в этом случае уравнение Х кубе плюс ПХ плюс Ку равно нулю, можно заменой Т равняется ЦХ, просто перескалированием переменной свести к уравнению. Для костно-стройного угла там какая формула, помните? Ой, виноват, для костно-стройного. Откуда это берется? Бинон Ньютона, да. Будет что там, 3, когда раскладываем 3С в кубе на синус, да? Ну, мы раскладываем С плюс С в кубе. Плюс ИС. А, меня интересует вещественная часть, да? Будет космос в кубе. Я неправильно написал. А дальше что? Ну, я просто хотел понять, откуда это берется. С в квадрате. Ну, и дальше надо С в квадрате выразить как единица минус космос в квадрате. Получится 4Т в кубе минус 3Т равняется А, где модуль А получится меньше в районе единички. Ну, и у такого уравнения понятно, какие решения, да? Космос 3Фи равен А, поэтому будет ровно 3 корня. Вот они вещественные. Хорошо. Ну, а, собственно, задача про дискриминанты остается. Это было так отступление. Ну, а общий факт, который я хотел в связи с этим сказать, он такой, наверное, стоит его... Заодно вспомним обозначение с курса геометрии. Хорошо. 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 Если у вас есть какой-то набор векторов, W1, W1, W2, 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 W2. который линейно выражается, пусть набор векторов, такой вот W, то W линейно выражается через набор векторов U, который U1, ну скажем, пусть эти будет M, а эти будет N, потому что M похоже на W, N похоже на U, то тогда это принято записывать так, что W равняется U умножить на C UW, такое обозначение было в геометрии. Ну и вот это вот называется матрица перехода от W к U. Ну и замечательно она тем, что здесь в житом столбце стоят коэффициенты разложения W житого по векторам U. Ну и как бы факт такой, что матрица C, живущая в матрицах размера N на N с коэффициентами кольца K, обратима тогда и только тогда, когда выполняются равносильные условия. Ну первое условие такое, что C транспонированная обратима. Второе условие, что столбцы C составляют базис в свободном модуле KN, ну а третье, что строки C составляют базис в свободном модуле KN. Ну мы, собственно, косвенно этим воспользовались, но это так можно совершенно в общем виде сформулировать. Ну и я не знаю, что-нибудь в геометрии говорили по этому поводу, как это доказывать, вы себе представляете? Ну во-первых, насчет обратимости C и C транспонированная. Если я матрицу A умножаю на матрицу B и беру транспонированную, то это через A транспонированную и B транспонированную можно выразить? B транспонированная на A транспонированную. Прямая проверка по определению. Хорошо. Ну и тем самым, если у вас имеется равенство AB равняется BA, равняется E, то есть если матрица действительно обратима, то это то же самое, что если мы транспонируем его, то получится B транспонированная на A транспонированная, равняется A транспонированная на B транспонированная, равняется E транспонированная, что то же самое, что E. Поэтому матрица и транспонированная матрица обратима одновременно или необратима. Ну и, соответственно, чтобы доказать эту теорему, ну достаточно доказать, например, что 2 равносильно тому, что матрица C обратима. То есть 2 равносильно обратимости С. Ну и пускай у вас Е1, Еn это стандартный базис в КН. Состоящий из таких векторов, у которых ровно одна координата в этом месте равна единичке, а все остальные 0. То тогда столбцы С это векторы У, которые выражаются через Е, но при помощи матрицы С. Ну и если существует С-1, то тогда отсюда вытекает, что наоборот векторы Е можно выразить через вектор У. Ну поэтому У порождает КН. Остается проверить, что они линейно-независимы. Пусть УХ равно нулю. Это понятно, что означает? В подробной записи это У1, УН на Х1, ХН. То есть сумма ХИТа на УИТа равно нулю. Ну, надо подставить вместо УЕС. Здесь вот стоит столбик из чисел, а Е это базис. Такая линейная комбинация равна нулю, только если все коэффициенты равны нулю. Поэтому мы заключаем отсюда, что СХ равно нулю. Ну а поскольку С обратима, можно умножить на С-1 и получить, что тогда Х равно нулю. Вот этот ноль, это такой, на самом деле ноль вот такой, да, надо понимать. Вот этот ноль частный в К лежит, а этот ноль лежит в К. В обратную сторону. Если У базис, то тогда Е должен через него выражаться на какую-то матрицу, пускай Ф. Ну и тогда мы получаем такое равенство, что Е это У на Ф, а это то же самое, что Е С на Ф. Но Е это базис, поэтому Е через Е выражается единственным образом. То есть мы заключаем, что СФ должно быть равно Е, так как Е базис. Ну и понятно, что рассуждение симметрично, можно наоборот Е и У поменять местами, мы получим, что в другом порядке произведения тоже равно единице. Поэтому матрица обязательно должна быть обратима. Ну и, наверное, в качестве упражнения можно попробовать описать обратимую матрицу 2 на 2. вот так, чисто для тренировки. Когда А, Б, С, Д обратима. Я хочу придумать такую матрицу, скажем, чтобы вот ее умножить на А, Б, С, Д, получилось единичное. Но, значит, давайте мы пока на эти единички забьем, и для начала попробуем получить два нуля. На что такое нужно умножить столбец АС, чтобы получился ноль? Должны были учить тоже на геометрии. Там, знаете, дан вектор 3,5, как написать к нему перпендикулярный. Да, нужно что-нибудь такое, типа минус 0 хочу вот здесь получить. То есть на самом деле надо не с АЦ бороться, а с Б, Д. Давайте бороться за этот 0. Что напишем? А можно так? Ну, Д на диагонали стояла. Давайте оставим ее стоящей на диагонали. Что сюда написать? Ну, да, вот, чтобы так симметрично было. Ну и посмотрим, насколько мы промахнулись. Значит, ну, а мы, безусловно, тут получим два нуля. Собственно, за это борьба шла. А что здесь получится? А здесь? Ну и можно попробовать с другой стороны посмотреть, что получится. Считаем. Считаем. Вот. Вот это, значит, если вот эта матрица А, то для этой матрицы есть специальное название. Она называется А с птичкой, называется присоединенная К. Обратите внимание, рецепт очень простой. У меня тут немножко буквы А и Д похожи. Но вот буквы А и Д надо переставить, а у этих двух знаков поменять. Получается такая замечательная формула, что А с птичкой на А равняется А. На А с птичкой равняется определитель А умножить на Я. Это почти то, что нам надо. Морей такая, что если определитель А обратим, то А обратима. И А гонус 1, это единичка на определителя А с птичкой. Ну, хочется если заменить еще на только если. Что-нибудь можно сказать насчет того, чему равен определитель АВ. Это известно людям, да? Ну, можно это явно сочетать. Немножко проще сочетать, чему равно А на А с птичкой, как по-вашему. Да, почему страшно. Там вот слева есть образец. Ты знал. Упражнение на дом проверить. Ну, а что тут проверять-то? Нет, конечно, для любых есть. Ну, для этого надо знать немножко определители. Ну, это то, что называется матрица, транспонированная к матрице из лгебраических дополнений, если вам эти слова о чем-нибудь говорят. Ну, мы чуть попозже про это поговорим. Ну, во-первых, на геометрии, я думаю, про это поговорят в самое ближайшее время, потому что определители от сущности объем, поэтому так правильно, наверное, в геометрии это изучать. Ну, и налоги прямо поговорим чуть позже, там, через пару недель. Вот, ну, если в это поверить, что взятие птички, оно тоже то, что называется антигомоморфизм относительно умножения, то есть он переставляет порядок со множителя, то тогда, в общем-то, что такое определители АВ? Ну, вот у нас же есть разница такое, да, там, как-то АВ. На АВ с птичкой, это определитель АВ помножить на Е, да? Ну, а тут-то легко сосчитать. Вот будет А, В, В с птичкой, А с птичкой, да? Здесь будет А, здесь будет определитель В помножить на Е, ну, то есть число в сущности, скалярная матрица. Дет А, Дет Б на Е, ну, и это вот равно вот этому. Поэтому, на самом деле, определитель мультипликативен. Ну, единственное, во что все упирается, это вот это. Ну, помножить две матрицы. Помножить и дома. В результате мы получаем такое утверждение, полезное. Наверное, вот здесь надо написать. что, если А обратима, то Дет А обратим. То есть 2 на 2, ну, 2 на 2 матрица. Если 2 на 2 матрица имеет обратимый определитель, то она обратима, как мы видели. Ну, и наоборот, если матрица обратима, то есть у вас есть равенство А на А-1 равняется Е. Ну, берем определитель, получаем Дет А на Дет А-1. У Е какой определитель? 1. Ну, вот, собственно, определитель обратим тем самым. Ну, и хорошо. Дальше я бы хотел сказать несколько общих слов про умножение матриц. Собственно, на самом деле умножение матриц определено в очень широкой ситуации. То есть если у вас есть матрицы прямоугольные, м на н, но с коэффициентами там в какой-нибудь, не знаю, м. М – это К-модуль. Берем матрицы, берем такие матрицы с элементами из К-модуля Н. И берем матрицы размера Н на К с элементами в К-модуле Н. То есть Н – это тоже К-модуль. Если имеется еще один К-модуль, Л, и есть такое билинейное умножение М на Н в Эль. Заданная операция. Которую мы будем называть умножением. То тогда немедленно заданная операция, которая перемножает матрицы. С значениями в матрицах размера М на К Ну и определение в диаметре наверняка было. То есть главное – это научиться умножать матрицы. Ну важно, чтобы у этой матрицы ширина Н была такая же, как высота вот и этой матрицы. Иначе умножение не определено. Ну и самое главное – это уметь умножать строчку на столбец. Ну и по определению это такая сумма АИ на БИ. И от единички ДН. Ну а дальше, если вы хотите перемножать таблицы, то надо каждую строчку умножить на каждый столбец. Причем обратите внимание, что поскольку вот это определено максимально широко, то вот это определение на строка на столбец, оно согласуется с определением с таким, в том смысле, что вы можете считать, что элементы Б1, БН – это на самом деле строчки. Тогда то, что здесь написано – это линейная комбинация строчек. Ну и наоборот, вы можете считать, что буквочки 1Н – это столбцы, а это числа. Тогда то, что здесь написано – это линейная комбинация столбцов. Наверное, это было на геометрии, но давайте я еще раз сформулирую это, собственно, правило, что если мы воспринимаем буквочки Б как строки, то в этой строке матрицы АВ стоит линейная комбинация строк матрицы Б с коэффициентами из этой строки А. Ну а в житом столбце АВ стоит линейная комбинация строк А с коэффициентами из житого столбца Б. Столбцов А, да, с коэффициентами из житого столбца Б. А, столбцов. Я написал строк, а на самом деле столбцов, да, простите. Ну давайте для тренировки. Пускай у вас имеется матрица, у которой, не знаю, три строки. Р1, Р2, Р3. Как написать матрицу со строками Р1 плюс Р2 и Р2 плюс Р3? Значит, с какой стороны и на что ее надо умножить? Вот если вот эта матрица С такая, то я хочу получить такую матрицу. Значит, что? Да, значит, это будет С умножить на что-то слева. Диктуете на что? 1, 1, 0, 0, 1, 1. В первой строке получится линейная комбинация строк С с коэффициентами 1, 1, 0, во втором с коэффициентами 0, 1, 1. Ну и замечательно. Я не знаю, доказывалось ли в курсе геометрии свойства этой операции, но на самом деле, поскольку определение чисто алгебраическое, то, значит, и есть такие алгебраические свойства. Такое свойство первое, чисто формальное. что если вот это вот отображение из М, если умножение М на Н в Эльбе линейно, то есть линейно отдельно по М и линейно отдельно по Н, линейно по каждому сомножителю, при фиксированном втором, то и умножение матриц билинейно. Ну, в частности, если у вас М и Н – это просто абелевые группы, то билинейность – это то же самое, что дистрибутивность, то есть просто скобки можно раскрывать. То есть если у вас умножение между абелевыми группами, из которых вы составляете матричные элементы, дистрибутивно, то тогда и перемножение матриц будет дистрибутивно. Но это, собственно, прямая проверка, то есть я хочу проверить, что А плюс Б, лямбда А плюс мю Б помножить на С равняется лямбда АС плюс мю БС. Ну, надо сравнить элементы в позиции ИЖ, здесь и здесь. Как сосчитать? Ну, давайте мы этот временно П обозначим. Значит, здесь в позиции ИЖ что стоит? Будет такая сумма ПК, да, П и К на С кжитой. Дальше это будет сумма ПК. П и К – это, значит, лямбда А и К плюс мю Б и К. С кжитая. Ну, если мы считаем, что умножение билинейно между элементами, то тогда здесь получится сумма ПК лямбда А. ИК, С кжи плюс мю Б и К, С кжи. Ну, и понятно, что это вот в точности то, что здесь, да? Лямбда можно вынести, здесь будет стоять А на С и Житый элемент, здесь мю можно вынести. Ну, а второе свойство – это ассоциативность. Свойство 2. Значит, ну, такое максимальное общее в формулировке, оно такое, что пусть есть умножение, билинейные причем модулей. Ну, тут их будет много. Пускай, значит, модулей всего будет 6 штук, меньшим числом не обойдешься. Р1 на Р2 в Р1-2. Ну, и из Р1-2 на Р3. Ну, то есть, картинка такая, что есть 3 модуля Р1, Р2 и Р3. Пускай я вот эти могу умножить со значениями в Р1-2, а вот эти могу умножить со значениями в Р2-3. Дальше, после того, как я вот эти два умножил со значениями в Р1-2, я их могу еще умножить на Р3. Ну, и пускай значения будут в Р1-2-3. То есть, с Р1-2 на Р3, в Р1-2-3. Ну, и пускай есть еще умножение Р2 на Р3 в Р2-3. Ну, и есть умножение Р1 на Р2-3 в Р1-2-3. которые ассоциативны. Ассоциативность означает, что вот если вы перемножаете элементы Р1-Р2, потом умножаете на Р3, то должно получиться то же самое, что если вы Р1, а потом Р2-Р3. Внутри Р1-2-3 будет все то же самое. Тогда умножение матриц тоже ассоциативно. Я чувствую, я вас пугал большим количеством букв. Не, ну, не берите в голову особенно. Вот, что я хочу, значит, тогда умножение матриц ассоциативно. то есть АВС равняется А на ВС. Ну, опять же, давайте мы вот эту матрицу назовем П, а эту матрицу назовем Ку. Опять же, сравниваем ижитые элементы. Тут он как будет выглядеть? Сумма пока П и К на С к Ж. Как выглядит П и К? Сумма П и К. А и Л, Б, БЛК на С к Ж. Как выглядит вот это? Это я сосчитал ВАВ на С. А, значит, ВАВ на БЦ. Это выглядит как сумма. Ну, хорошо, пусть будет пока. А и К. Ну, давайте мы сначала напишем Ку К Ж, чтобы не запутаться. Поэтому будет сумма по А и К на сумму по Л, БКЛ на СЛЖ. Ну, и хочется понять, когда вот это равно вот этому. И я хочу заметить, что для того, чтобы оно было равно, нужно обладать способностью раскрывать скобки. То есть умножение должно быть дистрибутивно. То есть вот эти вот слова билинейные здесь существенные. Если его убрать, то ничего не получится. Ну, тогда действительно можно раскрыть скобки. То есть если все дистрибутивно, то тогда здесь получится сумма по К, 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 К. Ну, и понятно, что одно равно другому. Я просто складываю всевозможные тройки чисел, у которых здесь вот два индекса совпадают и здесь два индекса совпадают. Но дистрибутивность существенна. То есть если я хочу ассоциативность умножения матриц, то нужно, чтобы умножение между элементами матриц было дистрибутивным. Ну, наверное, такая техническая страда, касающаяся матриц, на этом заканчивается. Теперь мы начнем это как-то использовать. Ну и первое приложение. Ну, то есть наша дальнейшая цель, наверное, за сегодня-завтра, я планирую описать все конечно порожденные модули над кольцом главных идеалов, с точностью дейзоморфизма. То есть это как бы аналог теоремы о базисе векторных пространствах. То есть классификация векторных пространств модулей над полем простая. Они классифицируются одним параметром – размерностью. Значит, ну, с размерностями над кольцами дела обстоят плохо. Ну, поэтому мы ручками опишем все конечно порожденные модули над кольцом главных идеалов. Ну и в этом очень помогает то, что называется метод Гаусса. Заодно мы по новой, с новыми знаниями обсудим то, что мы делали под видом алгоритма Евклида в самом начале наших занятий. Итак, метод Гаусса. Да, начиная с этого момента мы всюду считаем, что К – это любая область главных идеалов. Целостное кольцо, в котором каждый идеал главный. Ну и мы берем такую матрицу М или А. Из элементов А и Ж. Вообще-то не будет. То есть пускай она будет размера M на M. Тогда с ней можно делать элементарное преобразование строк и элементарное преобразование столбцов. Элементарное преобразование строк. Ну это я беру какие-нибудь две строки R1 и R2 и заменяю их на линейную комбинацию. Давайте называть это R1', а это называть R2'. Ну и хотелось бы, чтобы эта замена была обратимой. То есть чтобы при таком преобразовании линейная оболочка строк не менялась. Для этого у меня должна быть возможность выразить обратно R1, R2 через R1', R2'. Что для этого нужно? Виноват, да, Дельта, лучше написать, конечно. То есть я, собственно, что сделал? Я R1', R2', это R1, R2' умножить на α, β, γ, δ, если писать в матричных обозначениях. Ну и нужно, чтобы эта штукенция обратима была. Но мы-то знаем, когда она обратима? Когда определитель обратим. То есть мы делаем такие замены с обратимом дельта, которая, значит, определитель. Называется элементарное преобразование строк. Если определитель обратим, то я могу обратно строки R1, R2 выразить через строки R1', R2', как? Здесь чего надо написать? Значит, здесь будет стоять Дельта, здесь будет стоять α, здесь будет стоять минус β, а здесь будет стоять минус γ, да? Ну, уже стерлось, но вот это вот присоединённая матрица. Надо вот эти два поменять местами, а в этих двух поменять знак. Присоединённая. Если вот это вот А, то это А с птичкой. Ну и частными случаями таких гауссовых преобразований строк является вот то, что называется элементарное преобразование. То есть вы можете прибавить к строке R1 строку R2, умноженную на число. Это какой матрица соответствует? Чего за матрица? Обратите внимание, что А получается из единичной матрицы ровно тем преобразованием, которое мы сделали. Ну и точно так же смена двух строк местами. Это что за матрица? Да, совершенно верно. Ну и ещё есть такое преобразование третьего типа, что называется. Можно две строки умножить на какие-нибудь обратимые числа. Это просто такая матрица диагональная S1, S2, 0, 0, S и ты обратимы должны быть. Ну и то же самое можно делать со столбцами. Аналогично со столбцами. Какое главное свойство, которым мы будем пользоваться? Ну первое свойство я уже сказал. Элементарное преобразование строк не меняет линейной оболочки строк. и состоит в умножении с какой стороны и на какую матрицу. И состоит в умножении слева на матрицу, которая получается из единичной матрицы ровно этим самым преобразованием. Потому что если вы единичную матрицу слева на эту матрицу умножите, вот она в единичной матрице сделает такое преобразование. Которое умножается на матрицу, получающуюся из е ровно этим преобразованием. Ну а элементарное преобразование столбцов не меняет линейной оболочки столбцов. и состоит в умножении с какой стороны и на какую матрицу справа. Я хочу заметить, что на обратимую, здесь везде можно написать, на обратимую матрицу, которая получается из е линейной оболочки. Ну, все то же самое. Ну, а самое главное свойство над областью главных идеалов любая пара элементов A, B из одной строки ну, или как бы соответственно элементов пам-пам-пам A, B из одного столбца превращается элементарным преобразованием в пару нод A, B нолик ну и соответственно нод A, B нолик ну, здесь мы будем делать элементарное преобразование столбцов, а здесь соответственно строк одно элементарное преобразование понятно ли это? это в сущности повторение того, что у нас было раньше ну вот пускай у вас имеется скажем два элемента в одной строчке A, B ну и пускай D это нод A, B ну, который выражается в виде XA плюс YB да, оно будет применяться к двум столбцам один столбец содержит A другой столбец содержит B ну, давайте пускай они в одном столбце стоят тогда соответственно я буду делать преобразование со строчками но это так одно из другого транспонирования получается ну и как обычно мы запишем A это αD а B это βD ну и нод αβ уже будет равен единице потому что если мы сюда подставим то вот отсюда получится что Xα плюс Yβ равно 1 на D можно будет сократить ну и еще можно кое-что сказать про общие кратные то есть у меня αB минус β а равно 0 ну и то и другое это наименьшее общие кратные ну вот есть два равенства такое и такое на что бы вы умножили а B из какой стороны чтобы получить D0 если вы это слева на что-нибудь умножите то на что только можно умножить высота какая должна быть конечно справа вы по строчкам диктуете по столбцам XY ну а значит чтобы 0 получилось надо соответственно писать минус B это альфа нот нот конечно да конечно корректно определен проверьте что все общие кратные образуют главный идеал порожденный наименьшим общим кратным ну то есть это упражнение как бы симметрично вообще теория наименьше общего кратного она симметрична теория наибольшего общего делителя если вы посмотрите все общие кратные они образуют идеал в кольце главных идеалов он главный порождается каким-то элементом это и будет наименьше общего кратного вот ну получилось значит что делать с этим что бы получился давайте чуть полевее его напишем я хочу получить D0 значит с какой стороны и на что его надо умножить ну в принципе можно просто транспонировать то что там написано да будет x минус β это y α равно помножить вот мы сделали элементарное преобразование остается проверить что у него определитель обратимый какой будет определитель ну всего вот этого равенства полная победа ну и собственно главная теорема которая называется метод Гаусса элементарными преобразованиями строк и столбцов любая матрица над областью главных идеалов приводится к виду ну значит давайте мы матрицу как-нибудь обозначим приводится к виду да такая матрица состоящая из элементов да и жи в котором да и жи равны нулю при и неравном жи то есть ненулевые элементы могут стоять только на диагонали которая ведет из левого верхнего угла но слово диагональ тут надо брать в кавычки потому что я нигде не требую чтобы матрица была квадратная то есть матрица вообще говоря прямоугольная но вот эта матрица да выглядит как-то так что диагональ может сюда прийти может наоборот неправильно нарисовал может сюда прийти может наоборот сюда прийти но вот что важно что ненулевые элементы стоят только на диагонали и что очень важно ди делят джи при и меньшем жи то есть вот этот элемент делят все остальные этот делят все остальные этот делят все остальные ну а дальше они могут стать равными нулю то есть вот такая запись предполагает что д делят ноль для любого а ноль наоборот не делят d при d не равном нулю то есть удобно считать что ноль делит ноль и любое число делит ноль а ноль наоборот никого не делят ну что логично ну и вот эта матрица называется нормальной формой Смита это не то чтобы употребительное название но вот я думаю что это не знаю там примерно как теорема Гаусса-Астроградского то есть конечно теорема придумал Гаусс но так в отечественной школе матанализа ее любят называть теоремой Астроградского точно так же я думаю что этот факт там он был известен задолго до того как этот Смит родился но значит вот в англоязычной литературе это принято называть нормальной формой Смита а в русской какого-то подходящего термина нет поэтому я буду говорить нормальная форма Смита хотя наверное не Смит был первый кто ее привел что-что ну типа того ну по принципу Арнольда плюс такой значит повышенный национальный патриотизм что у каждой теоремы все-таки должен быть автор какой-то родной такой вот как делать ну метод Гаусс-Наполин то был наверное уже да ну в принципе точно так же проблема заключается в том что делить нельзя но зато есть вот такое замечательное свойство что АВ можно превратить в ноту АВ0 ну значит если А равно 0 то все доказано поэтому давайте считать что А не равно 0 тогда перестановками строк и столбцов можно считать что А1.1 не равно 0 если есть на 0 элемент я его в угол поставлю в левый верхний ну и дальше собственно два случая такой приятный случай это пусть все элементы делятся на А1.1 ну тогда применимо то чему вас учили на геометрии если все элементы делятся на А1.1 то собственно отнимая из всех строчек подходящие кратности А1.1 я могу добиться того что здесь станут нолики а отнимая из всех столбцов подходящие кратности первого столбца я могу добиться того что здесь станут нолики и все элементы матрицы будут продолжать делиться на А1.1 ну потому что я отнимаю какие-то кратности А1.1 и здесь все делится на А1.1 поэтому дальше я могу по индукции продолжать делать все то же самое для этой матрицы проблема если есть элементы которые не делятся на А1.1 тогда как бы такой факт что если есть элемент не делящийся на А1.1 то конечным числом ну как-нибудь элемент B давайте назовем то конечным числом элементарных преобразований можно перейти к матрице с А1.1.1 равным наибольшему общему делителю А и B давайте мы этот факт через минутку докажем я просто хочу сказать что из него вытекает что вот если B действительно не делится на А1.1 то тогда вот этот вот идеал А1.1' ну А1.1' это делителя поэтому он содержит идеал А1.1 причем включение строго ну если B не делится на А1.1 то наибольший общий делитель это собственный делитель А1.1 то есть А1.1' умножить на какой-то необратимый элемент идеал стал строго больше ну над кольцом кольцо главных идеалов ньотерова там идеалы не могут бесконечно долго увеличиваться если я увеличиваю идеал он в какой-то момент должен стабилизироваться это означает что в какой-то момент я получу матрицу у которой все элементы делятся на А1.1 ну можно и так сказать да в результате в результате я за конечное число шагов получу ситуацию которую я уже разобрал ну остается только научиться матрицу в которой есть элемент не делящийся на А1.1 ну делать у нее А1.1 равным наибольшему общему делителю если этот элемент Б стоит в одной строчке с А1.1 то все победа у меня есть лемма которая говорит как их превратить в Д0 если он стоит в одном столбце с А1.1 то тоже по той же самой лемме победа я делаю элементарное преобразование здесь становится наибольший общий делитель здесь нолик если все элементы первой строчки и первого столбца делятся на А1.1 а Б стоит где-то снизу а здесь все делится на А1.1 и здесь все делится на А1.1 то тоже неплохо я сначала сделаю матрицу у которой здесь стоят нолики и здесь стоят нолики при этом я буду прибавлять к строчкам и столбцам кратности первой строчки и первой столбцы значит что поскольку все элементы в первой строчке и первой столбце делятся на 1 то Б заменится на Б плюс какое-то КА1.1 он как не делился на А1.1 так и не будет делиться ну и дальше надо допустим вот эту строчку прибавить к верхней и получится матрица вот здесь будет стоять мой А1.1 а здесь вот этот элемент Б с волной который как не делился так и не делится и я делаю теперь элементарное преобразование все получается ну вот собственно все метод Гаусса доказан как этим реально в жизни пользоваться ну вот есть у вас допустим целочисленная матрица ну надо стараться чтобы здесь вот элемент уменьшался просто уменьшался и уменьшался какое бы кольцо ни было там если вы работаете тем кольцом многочленов нужно следить за тем чтобы степень этого многочленов уменьшалась ну а как мы знаем в любом кольце главных идеалов есть некая высота такая что вы для любых двух элементов которые один на другой не делятся среди линейных комбинаций найдете элемент меньшей высоты такая высота всегда существует ну и если вы имеете дело с конкретным кольцом то такая высота обычно заранее известна в целых числах это просто абсолютная величина с многочленами это степень поэтому мораль такая что просто уменьшать вот этот элемент без конца его уменьшать нельзя высота принимает целочисленные значения поэтому рано или поздно вы получите матрицу у которой все элементы делятся на 1-1 ну и отсюда вот собственно получается это загадочное условие что в диагональной матрице каждый диагональный элемент делится последующим это получится автоматом ну и наверное все на сегодня ну в следующий раз мы поговорим про то как это применять и нервы гератой плыть превоспоред то есть это серый 3 Продолжение следует...